Крупнейшие столичные университеты МГУ и МГИМО стали сегодня площадкой форума, приуроченного ко дню памяти умерших от СПИДа. В этом году это 15 мая. Как раз сейчас по всей России проводится акция «Стоп ВИЧ». Молодым людям объясняют, как не заразиться и почему важно проверяться даже тем, кто считает, что здоров. Репортаж Александра Черепниной. Байк-шоу во дворе МГИМО. Студенты встречают аплодисментами. Через мгновение на импровизированной сцене танцоры. Яркое начало акции в подтверждение главного. У жизни много красок. Возможно, все, если быть здоровым. Если каждый будет соблюдать все меры предосторожности и думать о здоровье, как о своем здоровье, так и о здоровье своих близких, то мы вместе сможем предотвратить эту страшную болезнь. Быть уверенным, тебя это не коснется? Наивно. Вести здоровый образ жизни и обследоваться регулярно, значит, свести риск заразиться к минимуму. Сдать кровь можно и анонимно. Впрочем, сегодня о своих страхах они говорят, не стесняясь. Врачам приходится часто развинчивать мифы. Я слышала историю, мальчику передал инфекцию отец просто из-за того, что он ему передал свой платок. Малые контакты через кровь и от матери к ребенку при отсутствии профилактической терапии. При поцелуях, при рукопожатиях, при просто беседе вирус не передается. Вирус, который ослабляет функцию иммунных клеток, он разрушает их не сиюминутно, а постепенно. Вакцины против него не изобретено. Поэтому так важно диагноз знать. Иначе за 10-12 лет ВИЧ перейдет в последнюю стадию СПИД. Если лечиться сразу, то все шансы на полноценную жизнь есть. Уже через три недели терапии больной никого не заразит и сможет иметь здоровых детей. Сейчас в мире с вирусом иммунодефицита живут 40 миллионов человек. В России, к примеру, за прошлый год зафиксировано около 100 тысяч новых случаев. Если еще 10 лет назад это были наркоманы и инъекционные наркопотребители, это были некоторые другие группы населения повышенного риска, то сейчас это благополучные группы. И, собственно, это в сочетании распространения и уход за пределы социальных определенных групп с повышенным риском в общую популяцию россиян. Вот это и представляет самую большую угрозу. Перед началом большого разговора о том, как защитить себя от ВИЧ, минута молчания в память о тех, кто умер от СПИДа. Акция приурочена к 15 мая, ко Всемирному дню памяти погибших от страшной болезни. Ее организатором стал фонд социально-культурных инициатив, который возглавляет Светлана Медведева. В России большое внимание уделяется здоровью человека. Однако по-прежнему остро стоит вопрос о распространении ВИЧ-инфекции. И, к сожалению, эта проблема приобретает широкий масштаб в нашей стране. Следует рассказать молодежи об основных мерах профилактики, методах своевременной и современной диагностики и необратимости последствий в случае заболевания. К разговору МГИМО присоединяется МГУ, а также региональные университеты. На связи Иркутск, Кемерово, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Казань. Там, кстати, в одной аудитории собрались студенты со всех вузов города. На самом деле участников акции было еще больше. Телемост транслировался на сайте stopvichspeed.rf. Они договорились, что эта акция станет ежегодной, чтобы каждый раз о проблеме задумывались как можно больше людей, а еще чтобы все они хотя бы раз в год узнавали свой статус. Мобильные лаборатории сделают экспресс-тесты, развернуты сейчас во многих городах страны. Открыты они будут еще неделю. Александра Черепнина, Александр Овшаров, Елизавета Волчегорская, Денис Воронцов. Первый канал.